МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам театра. Правда, продержали его в участке недолго, составили протокол и отпустили. А дело передали в административный суд Кокшетау. Всем зрителям организаторы вернули деньги за сорванный спектакль. В интернет выложили официальные видеогонки на Шимбулаке, любительские кадры которой вызвали в сети ажиотаж. На записи автомобиль дрифтует на склоне среди катающихся сноубордистов. Это и возмутило пользователей. Как пишет Тенгри Ньюс, в съемках ролика принимали участие исключительно профессиональные каскадеры. А за рулем авто сидел участник чемпионатов Казахстана по дрифту и автослалому. Для ролика якобы подготовили даже машину, а снежный покров местности был утрамбован специальной техникой. Рядом дежурили пожарные, спасатели и медики. Опасный дрифт, но впечатляет. И завершает мой обзор материал с сайта Ювижн про необычного лыжника по имени Алексей Ретивых. Автор Серегжанков-Ломбаев рассказывает про его страсть к экстремальным видам спорта. Вот только одно «но» Алексей потерял ногу в 11 лет, попав в трансформаторную будку. Пережил клиническую смерть. Однако, несмотря на это, парень сумел справиться с трудностями. Он стал кататься на роликах, ходил в походы в горы, управлял мотоциклом и мопедом. Также увлекался стендовой стрельбой по тарелочкам и прыгнул с параплана. В конце статьи он посоветовал людям не обращать внимания на общественное мнение и делать то, что желает душа. Очень приятно видеть сильным духом людей. Я тоже очень уважаю таких людей. А у меня на этом все. Спасибо.